Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Очень давненько у меня не выходили в выпуске, за что я извиняюсь. И сегодня я лечу в Турцию! Сейчас два ночи, и я нахожусь в аэропорту Пулково, но совершенно не портит это впечатление, потому что я очень и очень давно не путешествовала. И сегодня я хочу взять вас с собой, показать перелет, ну и, конечно, показать, что же сейчас творится в Турции, много ли сейчас у нас наших соотечественников там. Поехали! Ну и первое изменение, ребята, это, конечно же, маски. Сейчас во всех общественных местах, не только в России, но и во всем мире, нужно носить масочки. Сейчас на входе в аэропорт также измерили температуру. Я уже одна из последних сейчас. Вот я уже и зарегистрировалась, я получила билет. И, кстати говоря, интересно, что для Турции сейчас изменились правила провоза ручной клади. Сейчас с собой ранец на двух лямках взять нельзя будет, только в багаж вы его можете сдать. И можно взять с собой дамскую сумочку, либо вот такой, например, для ноутбука портфельчик. И также можно мужскую сумку через одно плечо. Вот санкт-петербургский дьюти-фри. По ценам, в принципе, ничего не изменилось. Вот, например, шоколадки 14 евро, Ментас за 6 евро. В принципе, дьюти-фри достаточно большой. Вот, ребята, где все прячутся люди. Они сейчас на кассах. А то я как-то иду, и у меня такое ощущение, как будто вообще в аэропорту никого, кроме работников, и нет. А вот они, где все пассажиры. У меня у мужа есть карточка Сбербанк-Приорити. И поэтому хочу сейчас посмотреть, вообще работает ли бизнес-зал, потому что по этой карточке можно туда пройти. Да, ребят, зашли. И бизнес-зал работает. Как видите, людей не очень много. Но это все из-за того, что сейчас ночь, очень мало рейсов. И в Турцию, к сожалению, так как поток очень небольшой туристов, в принципе, сейчас, поэтому рейсы в основном как раз-таки ночные. Вейдинговые аппараты тоже изменились по году времени. Можно теперь здесь помимо водички купить еще и перчатки. Кстати говоря, такой лайфхак. Здесь самая дешевая, наверное, вода. Это вот в таких автоматах всего 100 рублей, а в кафе Шоколадница 200 рублей за пол-литра воды. Вот он сам на поляске не съемка. Подождите. Субтитры сделал DimaTorzok Прилетели в аэропорт Анталии. Посмотрите, насколько клевый здесь умиротворяющий фонтан. Сейчас получаю багаж. И нужно будет обменять немного денег на лиры. Кстати говоря, по новым правилам, в любом аэропорту Турции обязательно ношение маски. За несоблюдение этого правила очень большой штраф. Все сидения в зоне ожидания сделаны вот таким образом. То есть, есть вот такая оградительная лента, на которой написано Please leave this seat free for your health. То есть, вы не должны занимать это место, чтобы у вас дистанция между людьми была побольше. Это безопасно для вашего здоровья. Пока жду еще один очень интересный факт про турецкий аэропорт. Многие говорят, что здесь температуру тела не измеряют. На самом деле, это совершенно не так. Ребята очень потратились. И когда вы проходите в зону таможенного контроля, вас проверяет автоматический тепловизор. Поэтому вам каждому, конечно, не подходит, температуру не мерят. Но на самом деле, за вами наблюдают. Сейчас, когда вышла на улицу, поняла, что здесь просто нереальное солнце. Учитывая, что сейчас раннее утро, 8 утра. Посмотрите, насколько жарко здесь. Здесь уже почти 30 градусов. Прямо сразу возле входа в аэропорт стоят стоечки регистрации для туроператоров. Поэтому, если вы приезжаете с туристической компанией, то вы идете сюда. И дальше отправляетесь после этого на автобус. Едем сейчас в поселок Коноплы. И, как видите, здесь в автобусе я тоже сижу в маске. Все потому, что если автобус остановят, то если вы будете без маски находиться, то с вас, опять же, возьмут штраф. До того, как сесть в автобус, поменяла деньги, первый раз в жизни вижу, чтобы на купюрах были математические формулы. Сейчас сделали небольшую остановку. Здесь можно приобрести мороженое. Привет! Мороженое! Как дела? Все нормально? Откуда? Возстало? Давай, давай, давай! Давай! Я заказал. Кукличка, мой привет, мороженое! Мороженое! Давай, давай, давай! Здрасте! Давай, давай, давай! Здоровское здесь шоу делаю с мороженым, поэтому я не удержалась и купила. Мороженое вот такое, в принципе, большое, и оно стоит 15 лир за один вот такой старанчик. И сейчас уже 11.30, и я добралась до своего отеля в Канаклы. К сожалению, мы приехали очень рано, поэтому сейчас посмотрим, заселят нас или нет. Очень большая вероятность, что нет. Здесь, как видите, уже сразу прямо при входе стоит дозатор, можно им воспользоваться. В общем, ребята, счастья моему нет пределов. Все потому, что нас заселили раньше на 2 часа, и нам не нужно будет стоять где-то. Нам сразу нацепили вот эти браслетики. А это значит, что с этого момента у нас начинается all-inclusive. Круто! И мы успели на обед. У меня комната 5008. Сразу затаскиваю вещи. Вот такой номер. Здесь у нас душевая. Здесь есть фен, мыло в дозаторе, шампунь в дозаторе. Вот такие удобства. Полотенца чистенькие. Кстати говоря, пол еще влажный, если посмотрите. Потому что только вот буквально перед нами помыли нашу комнату. Есть большая кровать. Здесь шкафчик платяной. И самое клевое, это, конечно, вид. Муж у меня уже вышел как раз. Ну, как тебе вид? Отличный. Действительно, ребята, смотрите, насколько крутой вид. Обалдеть. Там впереди море. Это действительно супер. Будем вечером сидеть и любоваться. Кстати, есть кондиционер. Ну как? По мягкости не особо? Ой, ну кровать такая ортопедическая. Будет очень так нормально. Но зато есть вот такой маленький холодильник. Можно туда что-нибудь свое положить. Телевизор. В принципе, комната достаточно неплохая. Ну что, будем жить? Будем. Окей. И мы сейчас с вами отправляемся на обед. Нужно перекусить. И мы посмотрим с вами, что дают на All-Inclusive в трехзвездочном отеле. Сразу при входе на шведский стол нас встречает опять дозатор с антисептиком. Вот такой у нас обед. У нас сегодня курочка. Рис. Можно картошечку взять или папуста. Здесь опять картошечка. Макароны и наггет с кетчупом. Также есть салаты. Есть даже какие-то мини-бургеры овощные. Здесь хумус. На самом деле все очень даже неплохо. Я думала, что будет хуже. Посмотрите, сколько овощей. Их здесь в достаточном количестве. Поэтому без витаминов вы точно не останетесь. Арбуз пахнет просто обалденно. Я даже еще подошла только-только вот где-то за метр. Уже ароматы они просто распространяются. Очень большое количество разных видов пироженок. Есть также на шведском столе еще и супчик. Можно добавить сюда супарик и специи. Вот такой здесь зал у нас для обеда. Можно взять, кстати говоря, из напитков также охлажденную водичку. Либо чай, кофе. Либо можно взять вот такие напитки. Это что-то типа сока, смешанного с газировкой. В общем-то еда мне здесь понравилась. И я ожидала, конечно, другого. Я думала, что все будет хуже. Но очень много овощей, фруктов. Поэтому мне здесь более еды, чем достаточно. И так как я сейчас, если честно, очень устала. Поэтому я пару часиков отдохну. И потом мы с вами пойдем на море. Все, я отдохнула. И у нас через дорогу море. Поэтому сейчас пойдем посмотрим, что там вообще предлагают на пляже. Ну и, конечно, посмотрим саму водичку. Вот у меня отель. Находится он вот здесь. И буквально нужно перейти по вот этому виадуку. И немножечко дальше вот за этим отелем море. Сейчас пока идем. Смотрите, кого я не ожидала реально встретить. Это курицы и кролик. Вообще обалдеть. Кстати, кролик там, по-моему, не один. Там их несколько. В общем, судя по всему, у нас будет будильник в виде петуха. Прямо рядом с отелем у нас экскурсионное агентство. Туда тоже зайду, но не сегодня, потому что сегодня хочется на море. И уже скоро закат. И хотелось бы все-таки водичку попробовать. Магазины есть, но многие из них закрыты. Все почему? Потому что, к сожалению, туристов, как видите, очень и очень мало. Вот идем мы и вот еще буквально два человека. Вообще думала, что у нас будет фитнес-зал в отеле. Но, к сожалению, отель реконструировали и фитнес-зала теперь нет. Но зато каждый день на пляж ходить по вот этой лесенке тоже своеобразный фитнес. Отсюда открывается классная панорама. Именно в поселке Конаклы. Это 10 километров где-то от Аланьи. Посмотрите, насколько движение маленькое. Туристов очень мало. Поэтому, если вы сейчас планируете поездку, можете наведаться сюда. Здесь очень безлюдно и пляж будет адекватный. Не будет такого, что яблоко негде пасть. У нашего отеля есть собственный пляж. К вечеру здесь уже не так жарко, но все равно душновато. Цветы потрясающие. Все цветет, все пахнет. Вот оно море. Здесь у нас есть лежачки от отеля. Можно ими пользоваться. Можно помыть, например, свои ножки или все тело после того, как вы искупались. Здесь я вижу уже такой небольшой центр. Можно взять прокатиться на банане, на аквабайке. Здесь вот пирс. Отсюда люди прыгают. Это, наверное, все из-за того, что практически во всей Аланье, к сожалению, такие подводные плиты здесь именно в море. Поэтому тяжеловато купаться. Что касается песочка. Здесь такой песок вместе с галькой. Не сказала бы, что тут белоснежные пляжи такие, но в целом нормально. Расположиться можно. Сегодня такие волны. На самом деле, я не знаю, как вы, пишите в комментариях, но для меня поход на море, это все-таки поход на море. Поэтому неважно, какой пляж, мне главное водичка. Здесь уже такой песочек ближе. Вход в воду тоже песочек. Сейчас хочу попробовать заценить с вами водичку. Здесь на входе немного гальки, как парное молоко. Немножечко освежает, то есть в ней приятно купаться. Музыка Заказ здесь просто невероятный. Это какая-то фиерия красок. И сейчас я умолкаю и хочу, чтобы вы насладились этой красотой. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Буду очень рада лайку, если вам понравилось это видео. Ну и дизлайк тоже хорошо. Буду знать, что примерно снимать. Обязательно пишите комментарии. И буду ждать от вас какой-то обратной реакции. Может быть, что поснимать здесь в Оланье. Я здесь буду еще 10 дней. Всем отличных путешествий. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!